Здравствуйте коллеги, у нас с вами сегодня пресс-конференция, посвященная открытию детской и юношеской футбольной программы клиник «Профессион Реал» в Одессе, которая состоится 16 июня. И об этом, и о развитии футбола в Одессе, в регионе, мы будем говорить сегодня с нашими спикерами. Это Татьяна Гориславец, организатор футбольных программ «Профессион Реал Матрид» в Украине, Игорь Шуховцев, вице-президент Одесской областной федерации футбола, Руслан Кузрач, начальник управления физической культуры и спорта Одессского конкурсовета, Марат Харалев, глава Приморской районной администрации, и Юрий Бондарь, президент форума «Профессион Реал Матрид» в Украине. Итак, Татьяна, дам слуга вам, пожалуйста, все-таки, что за программа «Введите нас в курс дела». Программа, которую мы представляем в Одессе «Фундесион Реал Матрид», была представлена осенью 2018 года впервые. Это международный проект подготовки юных футболистов, профессиональными тренерами, которые работают в Академии Реал Матрида. И нацелена эта программа на улучшение физических навыков, футбольных навыков для участников разных стран мира. На сегодняшний день эти проекты реализованы успешно в 67 странах. Украина впервые стала тоже участником этого движения. И надеемся, что мы будем продолжать. Ту программу, которую мы будем проводить 16 июня, мы проводим второй раз. И 16 июня у нас будет открытие в летнем театре на Мурлокзале, куда мы всех приглашаем детей и участников спортивной организации города. Спасибо. Я хочу, Руслан, передать слово вам. Ведь, в принципе, в городе достаточно много детей, которые занимаются футболом. Но вот такого рода проекты, они нам интересны. Если интересны, то чем? Я хочу сказать, что футбол по-прежнему в мире, в стране, в городе Одессе, это по-прежнему спорт номер один. Я несколько превышу полномочия и скажу не в масштабах города, а в масштабах региона Одесского. Занимается футболом согласно статистической отчетности, которую ежегодно руководство областного профильного управления подает в Министерство молодежи и спорта. На сегодняшний день порядка 13 тысяч детей. Из них 6 тысяч – это воспитанники детско-юношеских спортивных школ. И в практически 70% спортивных школ есть отделение футбола. Это 33 отделения футбола в регионе. И если 6 тысяч занимаются в спортивных школах, то порядка 7 тысяч занимаются в спортивных клубах региона. И я надеюсь, что представители мирового футбольного бренда, которые действительно, я это говорю не по наслышке, и я это вижу за дня в день, мы достаточно плотно общаемся с руководством насоснованного клуба, делают все возможное для того, чтобы продвигать бренд футбольный, действительно, знаковый, ну, это торговая марка, которую в мире футбола и спорта знают все и делается все возможное для того, чтобы на нашей детской земле это прижилось. И я очень надеюсь, что в следующем году, в последующих годах это количество 7 тысяч человек, занимающихся в футбольных клубах, вырастет в разы посредством привлечения непосредственно в этот клуб новых детей. Поэтому хочется им пожелать удачи в этом начинании. Городская власть, в лице управления, естественно, сделать все возможное для того, чтобы упростить эти задачи для руководства клубов и всех желающих заниматься в телевидении спорта. Спасибо большое. Игорь, скажите, мы, в принципе, уже неоднократно говорили о том, что наше государство не на достаточном уровне взаимодействует с федерациями, с любыми спортивными федерациями, и таким образом не только в нашем регионе, а вообще по стране федерациям приходится выживать, искать каких-то себе неценат. И таким образом спорт, и наши спортсмены, они могли бы добиваться гораздо больших результатов, если бы у нас была такая целенаправленная государственная поддержка. Так ли это? И вообще, как вы видите развитие и подобного рода клубов, и вообще футбола в целом в рамках такой системной работы? Добрый день. Не могу не согласиться с выступающими, что и городские власти, и областная федерация будет предлагать максимум усилий для развития такого рода подобных событий, потому что как профессионал в этом деле футбольном могу заверить, то, что развитие такого проекта в Одессе, это, ну, я сказал бы, наверное, как бы, наверное, первый случай вообще в Украине, что Реал Мадрид и тренеры испанские могут научить показать не только детям, но и нашим тренерам, о чем мы и говорили, что развитие футбола должно выходить на другой уровень. Мы видим, как играет наша сборная, мы видим, как играет молодежная сборная, и мы все стремимся, чтобы наши дети развивались, и хотелось бы, чтобы в Одессе этот проект закрепился по одной простой причине, потому что все-таки много клубов есть в Одессе у нас, в Одесской области, но такого масштаба и профессионализма, как у Реал Мадрид, нужно получиться. То есть я бы, конечно, без огромных удовольствиями от областной федерации футбола, городских властей попросил бы всех, наверное, все-таки прислушаться к нашему мнению по одной простой причине, потому что у детей есть огромный шанс попасть, ну, скажем так, на карандаш, как любят говорить нас в футболе мировым. Пусть это будет не Реал Мадрид, пусть это будет испанский клуб, но все равно. То есть это действительно очень важный проект, на мой взгляд. А то, что касается, ну, вот немножко вы сказали, в первом случае поддержки, то, так как я еще являюсь и членом Республики Федерации Футбола Украины, то вот на заседаниях очень большое сделали такой, скажем так, удар на то, чтобы региональным федерациям, допустим, государство помогало развивать, ну, допустим, любую структуру, любую помощь, именно с Киевом, именно с государственной структурой, всем федерациям в области. Вот я думаю, что придет только на позитив и будем на этом действовать. Хорошо, спасибо большое. Алина, если позволите, я передам слово вам. Я бы хотела, чтобы вы немножечко рассказали о самом открытии, которое планируется на вашей площадке. И поможете пояснить, почему, собственно, ваш проект заинтересовался именно спортивным мероприятием? Да, пожалуйста. Великолепный театр «Мурвокзал» поддерживает социальные проекты, включая спортивные мероприятия. Естественно, мы поддерживаем все, что касается социалки в городе, это детские программы, это бесплатные кинопоказы. И, естественно, что мы не могли не поддержать футболистов, поддержать детей, потому что, учитывая, что это и развитие спорта, это и развитие здоровья, и это имидж города, мы бесплатно представляем крупнейшую площадку на сегодняшний день. Летний театр «Мурвокзал» – это самая большая открытая площадка под открытым небом в Украине, не только в Одессе. Поэтому, конечно, безусловно, кроме топовых выступлений украинских и зарубежных артистов, мы поддерживаем вот такие вот проекты. И для нас это действительно очень важно, чтобы дети участвовали, чтобы спорт развивался. И мы даем все возможности для того, чтобы это было. И кроме того, что там могут присутствовать футболисты в такие крупные мероприятия, там могут присутствовать и дети, просто городские жители, маленькие одесситы, которые могут бесплатно играть в разных... Там будут разные локации, мастер-классы, поэтому можно приводить, заниматься этим. Поэтому, конечно, когда мы организовываем концерты, мы еще помним о том, что мы находимся в большом городе, где есть люди, которые рады нас посещать. И мы очень рады. Спасибо. Спасибо большое. Я передам слово вам, Юрий. И расскажите, пожалуйста, о том фан-клубе, который, собственно, совсем недавно зарегистрирован. Это действительно большое событие для Украины. И вот хотелось бы понимать, как нам это было. В двух словах, благодаря знакомству и тому, что мы познакомились с организаторами клиников «Реал Магрид» в Одессе, мы пришли к выводу, что, к сожалению, в Украине нет официального фан-клуба «Реал Магрид» до сих пор. В нашей стране уже взрослая совершеннолетняя, а официального фан-клуба нет. Поэтому, недолго думая, мы решили собрать активистов, подать все документы. И наша основная цель фан-клуба – это сделать «Реал Магрид» ближе для болельщиков Украины. То есть наш слоган – «Реал Магрид» становится ближе. Поэтому мы планируем максимально поддерживать все начинания «Реала» в Украине, собираться на выезды в Испанию, поддерживать «Реал Магрид» на выездах, когда они будут играть в Лиге Чемпионов Украине, в России и в других странах. И, наконец-то, украинские болельщики футбольного клуба, самого, я думаю, известного и популярного, получат возможность зарегистрироваться и получать все бонусы официального фан-клуба. Конечно. То есть программа рассчитана как для опытных игроков, так и для тех, кто хотел бы получить первый опыт. И это очень важно, потому что иногда, получая правильную методологию, правильную технику, ребенок дальше уже развивается более активно. То, что касается более профессионального футбольного тренинга, конечно же, это такой же тренинг, как и любой другой, на который ходят мы взрослые, мы улучшаем свои какие-то навыки, мы познаем что-то новое для себя. И это инструменты, которыми мы можем пользоваться, либо не пользоваться в своей игре, например. Я знаю, что по итогам прошлой программы практически большая часть детей вернулась к нам в эту программу. Это является уже большим доказательством того, что это имеет ценность. Дети ждали, они писали нам письма, они в Инстаграме не успокаивались, это была просто вот как фан-зона фундесьона, они хотели увидеться снова здесь. Поэтому это не только футбол, это намного глубже. Потому что в нашем проекте участвуют также и социальные дети, и благодаря поддержке многих меценатов, те дети, которые даже и не мечтали об этом, они попали, они получили эту мечту, они получили и формы, и подарки, и обучение, хорошее питание. И они же продолжили взаимодействие с этими меценатами. Я вот понимаю, что уже и в этом году у вас есть, это обязательная программа, да, что у нас всегда есть социально незащищенные дети, и я так понимаю, что и сейчас они тоже будут, да? Обязательно, да. У нас даже с прошлого года есть список детей, которые вот ждут в свою очередь попасть к нам в этот лагерь, хотя бы на одну неделю. А вы, Руслан, все-таки, ответьте мне на такой вопрос. Это то, о чем я спросила, Татьяна ушла просто на детей. А вот именно для спортсменов, тот, кто занимается спортом серьезно, тот, кто сегодня, ему там 11-12-15 лет, у него есть сегодня какие-то навыки, а завтра он может, в принципе, и может вырасти в топового футболиста. Вот такого рода интенсивный. Они помогают или нет? Чем они помогают? Знаете, я почему-то вспомнил заставку АБВГД, АБВГД, АБВГД – это учеба и игра. Ну, действительно, в таком формате, ну, я, честно говоря, в полу несколько далек, единственное, что по роду профессии, вот в них проникут все эти нюансы и тонкости, все-таки, по-моему, господин Шуховцев, я думаю, более глубоко ответит, и обоснованно на ваш вопрос. Но, в любом случае, я считаю, что туда должны попадать подготовленные дети. И участие в этом лагере – это возможность некого прорыва. И ни в коем случае по этому не хочу умалять возможности наших тренеров, украинских, одесских в частности. У нас есть прекрасная школа с традициями, с историей. И, ну, в любом случае, спорт, в частности, футбол. И, как бы, ну, мне не хочется говорить этих вещей, ну, футбол – это спорт в спорте. Это целая индустрия сегодня. Это, ну, империя некая. Это продажи времени на телевидении. Это реклама, это спонсоры, это Coca-Cola. Опять же, это, ну, мировые бренды, которые вкладывают деньги и, естественно, что-то хотят получить взамен. Поэтому, ну, нет однозначного ответа на ваш вопрос. Ну, раз дети идут, и я понимаю, что дети приходят не с улицы, они приходят с какой-то футбольной подготовкой, подготовкой. Раз их на это благословляют наши детские тренера, которые, я еще раз подчеркиваю, уверен, что глубоко профессиональные, значит, в любом случае есть какое-то рациональное зерно в этом начинании. И есть возможность сдвигать. Ну, что у нас практический вопрос? Вы говорите, тренеры испанские, дети наши, вряд ли все знают испанский язык, как будет решаться, как решалось в прошлом году, в прошлом году, как решаться, это проблема, скажем так. Да, ну, это вообще не проблема, это очень хорошо, потому что все испанцы говорят хорошо по-английски и практикуют английский с детками. Конечно же, в качестве помощников есть наши украинские тренера, и они будут работать непосредственно рядом с испанским тренером. То есть программа полностью дается испанцами, а наши тренера, во-первых, они получают тоже какой-то опыт для себя, да, они заинтересованы быть помощниками, очень много у нас обращений от одесских тренеров, и когда мы столкнулись с этой проблемой, мы решили сделать совершенно бесплатное обучение для всех одесских тренеров. До 30 тренеров мы пригласим к нам в отель «Черное море» и проведем теорию, практику. Это будут мастер-классы? Да, это будет мастер-класс, да, да. У нас очень высокоэффицированные, вот в этот раз приезжают тренера. Один из них тренер, он специализируется на клиниках, программах, у него более, там, восьми стран таких самых популярных, где он себя постоянно тренирует, да, вот как бы и так же, как тренер для тренировок, да, они читают такие же лекции. Также мы обязательно хотим сделать тренинг для всех желающих детей, которые не попадут к нам, да, то есть мы выделим какое-то время, мы обязательно должны будем согласовать, в каком формате это сделать, и для всех желающих мы это тоже проведем. То есть в нашей программе обязательно два бесплатных мероприятия, обучение для тренеров и обучение для всех желающих детей. Спасибо. Также в этом году вы знаете о том, что фонд «Реал Мадрида» впервые продумал мероприятие на базе «Вальдебебос», на базе тренировочного «Реала» весной 2020 года провести международный чемпионат между всеми организаторами всех клиник со всех стран. Это будет мегасобытие, и участниками этого мероприятия могут стать все дети, кто принимал участие в программах этого года. В этом году мы проводим в июне клиник в Одессе, и в августе мы проводим клиник в Мадриде. Поэтому в любой из этих программ любой участник может иметь возможность приехать на международный этот турнир. Также в процессе обучения тренера дают оценку. Эта оценка очень сильно помогает детям в дальнейшем расти. Это такое начало, да, то есть мы сейчас даже те дети, которые были в прошлом году, и вот то, чего они достигли сейчас и дальше, ну это будет очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова